День Победы 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 Блокируются фотографии, на которых изображены жертвы американских бомбардировок. Саксония Дрездена, Пёльна, вот этих вот городов, в которых потери немецкого населения были больше, чем японского в Хиросиме. Поэтому они действуют целенаправленно, методично, и нам просто нужно понять, что уже идет война. Война, к счастью, пока информационная, и у нас нет иного выхода, как в ней побеждать. Елена, вот есть мнение, опять же, из тех же либеральных источников, которые свои мысли пытаются доносить в интернете, о том, что такие мероприятия размывают сам смысл победы. Я сейчас говорю о торжественных парадах, о маршах, об участиях детей, в том числе в военной форме. Мол, дети не понимают значение этого мероприятия в силу своего возраста, в котором участвуют. Вы регулярно проводите такого рода патриотические акции, связанные с приобщением молодежи к знаниям, к опыту, к великой победе. Это утверждение соответствует действительности? Дети понимают смысл? Я думаю, конечно, понимают. И в том числе наш проект призван к тому, чтобы объяснять, потому что я тоже лично против бездумного, понимаете, такого поклонения чему бы то ни было. И я считаю, что очень важно осмысливать вообще произошедшее. Я согласна с Сергеем, что, конечно, идет информационная война. И что хотят лишить нас победы, да, но они хотят сломить наш дух. Кому нужна сильная Россия, кроме нас самих? Кому? Человеку нужна мотивация. И нашей стране огромной, да, она нужна, наверное, как никому больше, потому что у нас огромные территории. И нельзя просто за деньги нанять там воинов, солдатов, которые пойдут на смерть, которые получат родение. Это должен быть мотивирован, кроме того, что там иметь хорошую материальную базу для войны, понимаете? И поэтому, когда пытаются разрушить вот эту всю историю, это направлено именно на то, чтобы наш дух сломить. Потому что мы должны быть, наоборот, такими сильными, чтобы ни у кого даже в мыслях не было всерьез на нас нападать или покушаться. И им сегодняшняя вот эта история с бессмертным полком не нравится. Потому что это видно, что это не только армия стала на защиту Родины. Это все люди, это народ. Это как 75 лет назад. Вот я это вижу так. Это раздражает всех. Они пытаются нас представить какими-то сумасшедшими, хотя на самом деле, я думаю, они были бы рады, если бы в их стране что-то подобное было. Причем армии живых и мертвых, которые действительно одной рекой идут отдавать дань памяти тем героям, которые... И портреты, вот как святыни. Вот нам на конкурс, кстати, три года назад прислали из Красноярска песню. Это «Сын и отец, отцу 80 лет, Иголкины». На их словах мы вот в своем мероприятии уже пятый год подряд используем. Там такие слова есть, что «Плывут портреты, как святыни, и рядом мертвые с живыми. Бессмертный полк». Это же правда. Ну, господа, это для нас день Великой Победы. Для них это победобесие. Именно так самопровозглашенные интеллигенции характеризуют памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Великой Победы. И вот мнение на этот счет писателя и публициста Михаила Шахназарова у нас есть. Мы выяснили, спросили у него, если можно завести на плазму. Комментарий Михаила. Абсолютно идиотский термин. Можно так сказать, что с таким жестоким либерососия. Они высасывают мозг нам вот этими своими терминами, то есть выступлениями своими идиотскими. Я вообще не люблю, честно говоря, нововведение в русском языке. Мало его засорили вот англицизмами. Я понимаю, что есть какие-то устоявшиеся обороты и формы. Но там вот этот мерчандайзинг, я не знаю, с приходом рэпа появились какие-то новые термины. Теперь они вот победобесия, но это уже не англицизм, а их изобретение. Я тоже их назвал в свое время самопровозглашенной российской интеллигенцией. Ну, аббревиатуру сами почитайте. Михаил, ну вот на сегодня есть ряд возмущенных, которые против того, чтобы детей вот в период празднования годовщины Великой Победы одевали в военную форму, давали какие-то муляжи, оружие и прочее, и прочее. Ваше отношение к этому? Понимаете, в чем дело? К этому по-разному можно относиться. То есть, хочешь ты своего ребенка одевать в эту форму или нет. Ну, я могу сказать, что, допустим, в Америке, в Германии эта форма детская продается вполне спокойно. Ее покупают, на нее есть спрос. И стоит она далеко не дешево, как у нас. Но это личное дело каждого родителя. И указывать, что нам делать и как делать, я думаю, не стоит. Потому что, допустим, если посмотреть на действия тех людей, кто пытается нам на это указать, то становится как не по себе. Вот я участвовал с женой в бессмертном полку, мы дошли до телеграфа, и начался дождь проливной, ливень. Жуткий вообще, такого не помню давно. Я, когда мы, значит, уже домой возвращаемся, сейчас они начнут писать, вот как нас накрыло ливнем, там, Бог наказал и так далее. И действительно, эти вот появились подковки такие дешевые, некрасивые с их стороны. Почему некрасивые и дешевые? Потому что там дети были маленькие. Они тоже вымокли, кто-то заболел, да. То есть, ну, я, честно говоря, вот смотрю на этих людей и удивляюсь. Они вместо того, чтобы какие-то вот нам клички давать, там, не знаю, обозначают наши какие-то праздники, они бы с собой занялись. Вот сейчас слово. Действительно, очень веское замечание, лучше бы с собой занялись. Но, тем не менее, они продолжают, как Михаил сказал, обсасывать те темы, да. Объясню, в чем дело. Большой резонанс вызвал историю в Пятигорске, где местные власти решили провести такой парад с участием дошкольных войск, так скажем, где детки, более 500 детей в форме пехотинцев, моряков, артиллеристов, медсестер, они вот прошлись одним парадом. И, естественно, это дало повод для того, чтобы своего рода изречения эти либералы в интернет свои разместили. Владимир, ну, безусловно, любая война, это, конечно, страшно. Но парад победы разве он о милитаризме, а не о преемственности поколений? Вы знаете, самое главное во всем этом вопросе, как мне кажется, это сохранение, во-первых, исторической правды, потому что парад победы – это история нашей страны. Это история страны-победителя, которая, как бы, может быть, не банально для некоторых сегодня звучали эти слова, это история страны, которая во многих войнах несла максимально большие жертвы, не только в Великой Отечественной войне, но и во многих других, которые заканчивались, я хочу это особо подчеркнуть, освобождением Европы. Поэтому я бы это не только назвал парадом победы советского солдата, советского человека, советского народа в Великой Отечественной войне, я бы назвал это еще парадом освободителей Европы. Вы знаете, недавно попался комментарий одного гражданина Финляндии по этому вопросу, который обратил внимание на те факты, которые, в принципе, хорошо всем известны. Он обращался к гражданам Европейского Союза на предмет того, что, господа, вы называете Россию агрессором, а в результате этой агрессии появились в Европе независимые государства после Второй мировой войны, были восстановлены границы ряда государств и прочее, прочее. Так какая же это агрессия? Поэтому, в моем понимании, парад победы – это парад духа народа, который сломить, в принципе, невозможно. Это нереально, потому что, как бы ни изгалялись господа либералы, их можно иначе назвать, вы понимаете прекрасно. Я все пытаюсь не произнести это слово во время прямого эфира. Как бы наши так называемые партнеры, потому что их иначе называть нельзя, знаете, это так уж, из интеллигентских наших привычек, мы американцев, англичан и других господ называем партнерами. Как бы они ни изгалялись и ни пытались извратить суть произошедшего 75-80 лет назад, все равно это не получится. Историческая правда, она всегда останется правдой, потому что рано или поздно, и, наконец, в нашей стране многие головы протрезвеют и поймут, что дуть в дудку американцев или плясать под их дудку, это абсолютно бесперспективное занятие. Слава Богу, что сегодня действительно восстанавливается историческая правда. Слава Богу, что сегодня в учебниках истории появилась та информация, о которой старались в 90-е особенно годы и в начале нулевых забывать. Слава Богу, что сегодня мы продолжаем праздновать День Победы. Владимир, я вам объясню, почему. Если бы у Америки был свой Сталинград, то, наверное, они бы на примере непосредственно этого Сталинграда тоже тут же кинулись воспитывать свою молодежь. И, в принципе, наверное, это правильно, но у Америки такого Сталинграда нет, поэтому у них в виде героев это какие-нибудь персонажи вымышленные, которые носят голубое трико, а поверх него красные трусы. У нас свои герои, соответственно, мы носим свою форму. Но, Сергей, вот те же либералы, они утверждают, что милитаризация в обществе российском, она присутствует, причем прямо в сознании самих жителей, потому что во внешней политике проявляется такая жесткая риторика, да, мы действительно отстаиваем свои позиции. Ну, на мой взгляд, это правильно, не знаю, как считают эти либералы. Да. Либералы. Но разве вот такие моменты в виде парада победы, они не объединяют общество? И вот, наверное, к вам вопрос уже, как редактору журнала «Милитари Крым». У нас эта милитаризация, она действительно присутствует и наращивает свои темпы? Да нет, это совершенная глупость, потому что, если мы говорим о милитаризации общества, ну, я не знаю, не надо идти на поводки. Или они увидели детей с игрушечными пистолетами и подумали, что это всеобщая милитаризация. В какой-то степени да, потому что они пытаются нас убедить, что Европа – это поля, засеянные фиалками, откуда выходит такой благодатный запах, а все хорошо, остальное все нормально, там никто в армии не служит, воевать не собирается и так далее и тому подобное. На самом деле, далеко не так. Я вот больше как бы занимался изучением этих проблем в Соединенных Штатах Америки, но я вам скажу, более милитаризованной страны, чем Соединенные Штаты, наверное, трудно найти. Я вот там практически каждый молодой человек, он поэтапно проходит абсолютно такие вот ступени, и даже, которое, как бы это ни было обидно, я говорил, не грех и нам оттуда перенять. Настолько вот жестко идет система, скажем так, милитаристской подготовки молодого человека, которому с детства начинают вбивать, что ты гражданин лучшей страны мира, лучшие солдаты, лучшая техника, лучшая авиация. Поэтому, соответственно, мы для них противник. Мы начали с того, что идет информационная война. Есть линия фронта. Фронт и линия проходят между нашим миром, миром российским и наших друзей, и миром совершенно других, которые не испытывают к нам никаких там благодатных целей. Поэтому они делают все, чтобы выбить из нас то, что те наши скрепы, духовные, моральные, которые наш многонациональный народ скрепляет в одно единое целое. Это целое доказало себя во время Великой Отечественной войны. Соответственно, они прекрасно понимают, что если, не дай бог, конфликт из холода начнет быть горячим, нужно, чтобы эти скрепы были нарушены до войны. И они делают для этого все. Господа, хотелось бы вернуться к тем карапузам, которые напугали трусливых либералов. Я говорю о наших детях в военной форме. Елена, действительно, парад вызвал эту неоднозначную реакцию. Пока одни родители выкладывали фотографии в социальных сетях с хэштегами «Великий день победы», «Парад победы». Другие с подачи, наверное, тех же либералов критиковали организаторов за использование детей в мероприятиях для галочки. Вы проводите огромное количество таких мероприятий. А существует такое для галочки? У нас нет. Ну, понимаете, зачем я буду тратить свое свободное время, вообще большую часть своей жизни для галочки? Перед кем мне нужно поставить галочку? Ну вот скажите мне, кому я должна что проводить или что-то доказывать? Я это делаю только потому, что я хочу поделиться информацией. Я хочу, вот с моей точки зрения, рассказать детям что-то интересное. И очень большой, знаете, какой результат, они сами начинают интересоваться историей Великой Отечественной войны. У нас в прошлом году просто в гостях была девочка, она пришла там со своей тетей из Америки, которой 12 лет она там родилась, бывшие эмигранты. Посмотрев концерт, увидев, какие подвиги были совершены, она заинтересовалась историей Великой Отечественной войны, потому что в Америке совершенно по-другому это все рассказывается. И она говорит, я хочу жить в Крыму, я хочу в Россию. То есть у ребенка какой-то интерес просыпается. И так у многих для галочки. Может, кто-то и делает для галочки, но это же видно. А по поводу детей маленьких, мне кажется, если родители понимают, почему они это делают, зачем это делать. Может, у них дедушка летчиком был, и они хотят показать, что вот дед, твой праправнук там вот в шлеме в летном, я же не знаю. Ну, это же, знаете, у каждого свои мотивы. Конечно, может быть, есть какие-нибудь сумасшедшие люди. Мы же не можем судить там по каким-то отдельным сумасшедшим людям о всем народе нашей страны. Поэтому это такая, ну, вопрос такой, знаете, вот этого детского парада в Пятигорске я не видела, честно скажу. Я как бы не знаю, о чем речь идет. Пормальный, красивый парад, нет, нормально. Не знаю. Главное, чтобы родители понимали, зачем, что они хотят сказать. Господа, ну вот насчет этого мракобесия, да, я хочу сказать, что есть и другое мнение, вот вроде дипломированный психолог о нем озвучил. Если можно вывести, господин режиссер, на плазму комментарий психолога, где она заявляет касательно того, что все-таки нельзя детей наряжать военную форму и прочее, 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 потому что это очаревато. А у нас, видимо, какие-то сложности, не можем сейчас это вывести на плазму, показать всем. Но в любом случае было заявление о том, что военная форма – это облачение смерти, и нельзя надевать ее на детей. Но с другой стороны, господа, это форма тех людей, форма тех, кто защищал. Это раз. И мне кажется, когда люди воевали, получали ранения и погибали за свою родину, там уже не важно было, во что ты одет, абсолютно не важно. Но хотелось бы вернуться, Владимир, к так называемому победобесью. Так кто все-таки бесится от этой победы? Можно ли трактовать по-разному? Да нельзя ничего трактовать по-разному, мы имеем дело… Да как нельзя, можно как угодно. Я вам приведу примеры вот этих. Я был ужасно зол, когда читал эти изречения того же Александра Минкина, который говорил, что мы освободили Германию, может, лучше бы освободили нас. Да, или Стамахин, который говорил о том, что там снова приближается этот Узуверский день победы, праздник. Я думаю, что господин Минкин забыл о том количестве евреев, которые были сожжены в печах концентрационных лагерей, расстреляны по всей Европе, начиная с самой Германии, заканчивая Советским Союзом. Господин Минкин явно относится к этому народу, прекрасному на самом деле народу, очень умному, с высочайшей культурой, с огромными историческими традициями. Но вопрос-то заключается именно в том, что опыты над детьми нацисты проводили? Проводили. Давайте вспомним кадры, документальные кадры из фильма «Мёртвый сезон», когда испытывали психотропные вещества. Давайте мы вспомним детские концентрационные лагеря. Давайте вспомним пытки детей нацистами. Давайте вот это вспомним. И тогда зададим себе вопрос. Так что такое всё-таки 9 мая? Наверное, это всё-таки день победы над нацизмом. День торжества добра над злом, если говорить, знаете, этими евангельскими категориями. Есть зло. Это зло имеет чётко определённое название. Нацизм. А в общей ситуации фашизм. Вот мы обычно ассоциируем с нацизмом фашистскую Германию, да? А где Италия? Дивизии, которые воевали против нашей страны. Где Болгария? Румыния. Солдаты, которые воевали против нашей страны. Румынские дивизии, которые здесь, в Крыму воевали. Господа, далеко ходить не надо. За перекоп уже в наши дни можно уехать и увидеть то же самое. Совершенно верно. Сергей, ну вы действительно в начале программы сказали о том, что мы, наверное, в какой-то мере сами дали излишнюю свободу действий таким людям. Вот, например, того же Артемия Лебедева, у которого этот праздник, Великий День Победы, вызывают приступ рвоты. Так может его отправить куда-нибудь праздновать, там, День ЛГБТ-движения? Зачем? Давайте принимать какие-то кардинальные меры к таким людям, которые просто плюют, по сути, на традиции народа и на его подвиг. Вы знаете, к сожалению, мы действительно даем и повод, и возможность вот этим негодяям, другого слова у меня нет, глумиться над прахом наших предков, в том числе, как бы, моего деда, не вернувшегося с полей Великой Отечественной войны. Мне это очень неприятно, мне очень обидно. Но мы должны понимать, опять же, честно, если мы ведем с ними войну, борьбу, называйте это как угодно, необходимо создавать прочный фронт, который сможет им противодействовать. У нас, к сожалению, вот возьмите интернет, да, возьмите тот же Ютуб, тот же Фейсбук, тот же Твиттер, он заполнен вот этими людьми, которые паразитируют на нашей памяти, которые наносят нам из-под тишка эти удары, часто прикрываясь совершенно благими целями, заботой о детях, ну, как о нем же, тяжело в военной форме, что это же психологическое давление на них. Нужно объединяться, организовываться и наносить ответный удар, не сидеть в глухой обороне. У нас сейчас, вот, грубо говоря, такой информационный Сталинград, в котором мы или победим, или не победим, или дадим возможность им победить. И поэтому, ну, наверное, вот на наших экранах наши средства массовой информации должны сейчас, ну, как бы вот, каждое средство массовой информации, каждый телевизионный канал должен иметь такую программу, которая бы вот была патриотической, гражданственной, чтобы в школах были, ну, у нас, как бы, есть такие уроки мужества, а почему у нас нет уроков гражданственности, где с первого дня школьники будут объяснять, что вот это гимн, это флаг, при гимне, при флаге должен встать, повернуться лицом. То есть начинать с этого. Я вот вспоминаю просто свое детство, да, из первого класса до окончания школы, каждый год я ходил к памятнику и рассказывал стих. И те из наших ребят, кто там учился похуже, и у них не было такой возможности, они расстраивались. Это действительно было честью, выйти и рассказать этот стих, да. Но сейчас зачастую вот для некоторых это становится бизнесом. Елена, я говорю о всевозможной атрибутике, которая Дню Победы, да, соответствует. И вот эта надпись мы можем повторить. Кто ее говорит? Я не слышал, чтобы кто-то из ветеранов сказал эту фразу и чтобы он действительно хотел повторить. Вот может нужен какой-то ценз в этом плане? Как вы считаете? Сказать, понимаете, ну не хочется сумасшедших обсуждать и высказывания сумасшедших обсуждать, и что они клеят на свои машины. И потом, я думаю, первоначально человек, который придумывал эту фразу, смысл-то, наверное, был другой. При необходимости? Что, конечно, что если нужно, соберемся и отстоим сегодня. Просто сегодня эта фраза в таком перевернутом уже виде существует. Я перебью это слова из песни. Мы прошли-прошли полсвета, если надо, повторим всего. Они вырваны из контекста. Ни более чем. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стыдно. Запасный путь. Да, да, да. Почему нет? Очень хорошие и правильные слова. Это ведь действительно так. То, что Елена говорит, это факт. Не надо вырвать просто из контекста некоторые вещи. То железное поколение, оно уже не повторит, но оно нам, безусловно, передало весь свой опыт и все свои знания о той страшной войне, о тех событиях и об этой великой победе. А на сегодня, если мы говорим о молодежи, о тех же студентах, насколько ныне вот эта патриотическая составляющая в молодых людях присутствует? Я скажу, что она присутствует и, по моим наблюдениям, она из года в год увеличивается. Это следствие переориентации, правильной переориентации государственной политики. Посмотрите сейчас на киноэкраны и телеэкраны, да? Я не буду перечислять последние только фильмы, которые появились в прокате, которые собирают многомиллионные посещения телезрителями. Причем семьями, отдельно молодежь, дети с родителями и так далее. Естественно, что и работа, общая работа над этим, она играет свою роль. Начиная от, если говорить о ВУЗе, от курса «История Отечества», в котором этому уделяется существенное внимание. И заканчивая большим количеством разных, знаете, таких очень душевных мероприятий, которые затрадивают вот те струны в душе людей, о которых сейчас Сергей говорил, что ему очень больно от того, что его дед погиб на войне. Вот об этом мы говорим с молодежью, и это молодежь все больше и больше привлекает на нашу сторону. Я не говорю, что мы добились какого-то невероятного успеха уже, до этого еще далеко. Слишком много было посеяно, тем более давайте не забывать, что это молодежь, которая росла и формировалась в другом государстве. Но я хочу сказать, что эта молодежь, как бы там ни было, несмотря на все эти перипетии, она ходит на Парад Победы, она ходит в Бессмертный полку, она участвует во всех этих мероприятиях. Кстати, ее все больше становится. Потому что это Великая Победа, и это наша победа. Пусть одна на всех, но она наша. Господа, я благодарю вас за беседу, вам успехов. Благодарю телезрителей за внимание. Увидимся с вами завтра в этой же студии, в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова